Приветствую вас, давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. Есть молодой человек, достаточно образованный, способный, насчитанный, но при этом абсолютно не использующий свой, значит, вес способностей, да, абсолютно не реализующий то, что он имеет, и абсолютно ничего не делающий для того, чтобы у него по итогу что-то получилось, да, и чтобы он чего-то добился. Значит, я естественно не являюсь членом персонала по подбору кадров, вот, и я полагаю, что с такими данными можно, в принципе, на очень широкий спектр профессий идти, вот, все зависит от опыта и личного обаяния человека. На самом деле, весь, значит, ну, вся ситуация, вся, можно сказать, соль, она немножко в другом. Вся соль заключается в том, что мужчина не свободен. То есть, грубо говоря, несмотря на то, что у него есть возможности, у него есть способности, несмотря на все это, человек не реализуется. Значит, у него есть внутренний запрет на это. У него есть внутренний запрет на то, чтобы реализовываться, на то, чтобы использовать свои способности по максимуму. А это семья. Это семья. То есть, этот человек получил в своей семье. И, грубо говоря, если, например, использовать сценарную теорию, сценарный подход, если использовать, грубо говоря, что такой человек, он до тех пор, пока не пройдет курс терапии, так и будет, по сути дела, привязан вот к этой ситуации, привязан к этим обстоятельствам, и у него не будет никакой возможности что-либо изменить, потому что действует подсознательный запрет. Какой запрет? Ну, как правило, в подобных случаях, еще раз повторю, как правило, то есть, может быть, это не ситуация молодого человека, но, как правило, это запрет родителей на такой негласный запрет родителей, неформальный, да, невербальный запрет родителей на то, чтобы человек что-либо делал. Вот в моей практике, знаете, в моей практике люди, значит, достигают каких-то успехов, да, по жизни, а потом они резко прекращают, значит, что-либо делать. И, соответственно, начинаем работать, да, копаемся и выясняем, что мама, она вроде бы поддерживала своего сына, но, но, при его неудачах каких-то, например, либо до начала того, ну, что он делал, она ему как-то вот намекала на то, что, ну, ему лучше бы заниматься чем-то другим. И человек, да, он вроде бы переборолся, посыл мамы, но потерпев неудачу, а, возможно, и провоцировав ее эту самую неудачу, а человек, собственно говоря, оказался, ну, вот там, где он оказался. И вот мне представляется так, что история, которую вы описываете, она именно об этом, она именно про это, про то, что мужчина, значит, приносит себя в жертву семье, приносит себя в жертву своим родным. Вот, значит, ну, не знаю ради чего, может быть, не хочет выделяться, допустим, среди них. И, соответственно, тут нужно разбираться с тем, соответственно, тут нужно разбираться с тем, какова именно мотивация мужчины. Исходя из того, что я сказал, можно говорить о том, что с молодым человеком лично вам и его семье не имеет смысла взаимодействовать и выучить. Человек должен сам обратиться за помощью, если он осознает, что что-то идет не по тому, как он хочет. Если, соответственно, человеку все устраивает, то при всем желании помочь ему невозможно, потому что нужно желание у самого человека. Какая-либо стимуляция, манипулирование, уговоры, все это без профессиональной психологической помощи не приведут ни к чему хорошему. Я бы рекомендовал вам напротив отстраниться, позволить ему делать то, что он хочет, акцентировать, возможно, внимание на том, какие результаты человек получает по итогу своей деятельности, и просто задавать ему ненавязчивые вопросы о том, то ли это, чего он хочет, или, может быть, он считает, что достоин все-таки большего. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это то, о чем действительно реально можно говорить. Вот. Ну, в принципе, это все, что можно вам сказать. Ваш вопрос с точки зрения психологии является не совсем корректным, потому что неэтично давать консультации и советы кому-либо через третьих лиц, то есть через вас. Это не совсем правильно с точки зрения психологии, поэтому вы можете, например, проконсультироваться сами, если хотите, с психологом для того, чтобы понять, что именно происходит с молодым человеком, описать его семью, описать его вообще жизнь, его отношения с семьей и так далее, свою роль в его жизни, и вот уже исходя из этого можно будет говорить о том, что вы, какие именно вы можете сделать для того, чтобы молодой человек как-то вот, значит, свои, ну, свои способности реализовал. Потому что совершенно очевидно, что он сам не привык слушать свои желания, не привык слушать свои чувства. И чтобы он сделал выбор, чтобы он был доволен своим выбором, ему нужно этот путь пройти самому. Возможно, со специалистом, но никак не через вас. Вот. Вы можете дать ему послушать мой ответ, если вы это сделаете, то у меня такое небольшое будет обращение к мужчине, да. Почаще оставайтесь один на один, сами с собой. Отслеживайте свои эмоции, отслеживайте свои чувства по поводу всех вещей, которые происходят, и учитесь их анализировать. То есть, что это за чувства, на что оно направлено, какие у него причины и так далее. В этом вам поможет практикум по гестарт-терапии Федерико Перлза. Обязательно прочтите упражнения из этой книги, можете прочитать свою книгу. Вот. Для начала вам неплохо было бы поработать с этим. Ну, а дальше уже я рекомендую обращаться к психологу, когда вы будете более-менее, ну, более-менее разбираться в своих чувствах, да, уже можно будет с этим работать. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok